Мы приветствуем всех, кто присоединился к новому проекту фонда Рената Ахметова «Ракный вырок». Фонд совместно с журналом «Бог» при поддержке ЦУМ Киев запустил проект «Ракный вырок», главная задача которого на примере реальных историй героинь рассказать, что жизнь после онкологического диагноза возможна, а рак точно можно победить. Кроме оптимистических историй женщин, победивших рак, проект «Ракный вырок» станет площадкой для лучших онкологов и психологов страны, чтобы помочь женщинам быстрее справиться с первым шоком от поставленного диагноза. И сегодня первый гость у нас онколог-гинеколог Ольга Белагид с нами на прямой связи из Харькова, готова отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я очень рада, что я сегодня могу быть полезна и что мы сегодня поднимаем такую важную тему, как рак молочной железы. И это не случайно, потому что 15 октября весь мир говорит о этой проблеме, и это Всемирный день борьбы с раком молочной железы, а 20 октября — это всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Поэтому как раз вот эта неделя посвящена именно этой проблематике. Мы, безусловно, будем говорить много о раке молочной железы, а также затронем другие вопросы других онкологических заболеваний. И это будет очень интересно и, надеемся, очень полезно для наших зрителей. Скажите, пожалуйста, Ольга Александровна, с какими проблемами чаще всего сталкиваются женщины, когда только слышат диагноз, получают его впервые? Как любой человек, у каждой женщины, каков бы ни обсуждался диагноз, рак яичника, рак шейки матки, рак молочной железы — это шок. Потому что для любого человека это страшный диагноз. Мы все это знаем. Это врач или это учитель, или это депутат. Неважно, кто бы это ни был. Поэтому услышать такой диагноз — это, конечно, очень больно и неожиданно. И поэтому, конечно, диалог между врачом и пациентом, он должен быть всегда на высоком уровне. Потому что именно от этого будет зависеть дальнейший ход событий. А бывают ли ошибочные диагнозы? Ну, так, чтобы потом сказали, нет, мы ошиблись. Это не онкология. Конечно, бывает. Безусловно. Все люди, врачи тоже люди, патологи тоже люди. Всякие бывают моменты. Но дело в том, что в таких важных вопросах всегда работает команда. Это не заключение одного врача. Чтобы поставить такой глобальный диагноз, это консилиум всегда. Это работа клинициста. Это может быть мамолог. Это может быть гинеколог. Кому первому обратится пациентка с этой проблемой? Это обязательно патолог, это врач, который изучит эти изменённые клетки и выдаст результат. Это работа радиологов, которые покажут, насколько распространённость этих изменений в организме происходит. И в последующем это уже ещё большая работа онкопластических хирургов, если мы говорим о раке молочной железы. Это работа химиотерапевтов. То есть это достаточно большая команда. Поэтому здесь существует консилиум. И каждый высказывает свою точку зрения. Эти точки зрения основаны на клинических протоколах, утверждённых во всём мире. Но, как правило, мы всегда лечим человека с его особенностями, индивидуальными какими-то вопросами. И подбирается план лечения в зависимости от этого. А ошибки, конечно, бывают. Бывают иногда в гистологических заключениях. И для этого создаётся консилиум гистологов. Всегда есть точка зрения вторая. То есть я всегда за второе мнение. Если есть какое-то сомнение, всегда можно привлечь каких-то других специалистов и докопаться до истины. Поэтому здесь однозначных мнений быть не может. Как вообще проводятся выявления? Какие манипуляции, какие действия нужно произвести, чтобы выявить онкологию, тем более на ранних стадиях? Это скрининг. Весь мир направлен на то, чтобы мы выявляли всё на стадии предрака или, в худшем случае, на ранней стадии рака, например, молочной железы. Вот в шейке матки есть скрининговые программы, которые позволяют выявить проблему на уровне предраковой патологии, когда мы можем ещё до начала развития рака предотвратить проблему. Слышно меня? Да, слышно. А уточните, я вам, например, впервые слышу, что есть вот такие предраковые состояния, которые могут предотвратить заболевание. Что это? Ваша патология развивается следующим образом. Есть доброкачественные изменения, то есть это проблемы, которые могут существовать в организме очень много времени. Есть какое-то состояние, действуют факторы риска, наследственности, много-много, мы ещё об этом будем говорить. И формируется уже совсем другой этап болезни. Это предопухолевая патология, предрак он ещё называется, неоплазия. И если этот этап не затрагивается диагностикой и в организме всё равно происходят условия для продолжения этого процесса, то, безусловно, дальше ткань переходит в разряд опухоли. Но наша задача выявлять проблемы именно на стадии предопухолевой патологии или, в крайнем случае, на стадии раннего выявления рака, начального рака, любого органа. А для этого нужен скрининг, бессимптомная диагностика, то есть проверки. Любая женщина, об этом же и говорится везде, трубится везде, что каждая женщина должна обязательно посещать гинеколога. Каждая женщина раз в год должна пройти ультразвуковое обследование, обследовать молочную железу. Если эта женщина до 40 лет, это ультразвуковое исследование молочной железы. Если после 40 лет золотым стандартом является маммография. Иногда эти методы сочетаются. Если что-то уже выявляется, дальше идут другие диагностики, МРТ, КТ и так далее. Но на этапе бессимптомной диагностики, если женщину ничего не беспокоит, то, конечно же, она проходит определенный перечень анализа. Это и есть модное слово «чекап» или «скрининг», или «проверка». Это можно по-разному назвать. Но раз в год любая уважающаяся женщина должна обратиться к врачу и пройти эти методики. ПАП-тест, тест на вирус папилломы человека, потому что каждая женщина должна знать свой ВПЧ-статус. УЗИ органов малого таза, ну, в общем-то, и всё. Поэтому этот перечень не такой большой. А существуют ли какие-то маркеры в анализах крови, которые, условно, чем-то женщина заболела, а можно по анализу крови уже предположить и послать на дополнительное обследование онкологическое? Или анализы крови не показывают ничего? Ну, я не советую на это тратить деньги, потому что именно онкомаркеры, они не являются специфичными. Да, они назначаются врачами при определённых обстоятельствах, но они не являются теми анализами, которые нужно делать для того, чтобы выявить то или иное заболевание. Существует совершенно другой алгоритм, более проверенный, утверждённый во всём мире. А онкомаркеры — это уже специфические анализы, которые назначает доктор для того, чтобы что-то уточнить. И, как правило, онкомаркеры нужны, когда уже есть онкологический процесс, и мы наблюдаем за рецидивами или их отсутствием. Вот тогда в большей степени информативны онкомаркеры. Но это уже назначает сугубо врач. Если какая-либо женщина захочет сделать линейку онкомаркеров, то это в большей степени выброшенные деньги. А какие возможные симптомы? В первую очередь, давайте о раке груди поговорим, ну и, возможно, других заболеваний. Ну, не безответственно относятся женщины к своему здоровью. На что стоит обратить внимание, что надо бежать обследоваться? Ну, как правило, молочная железа вообще бессимптомно себя ведёт, если это какие-то не очень хорошие изменения. Как правило, женщины очень чутко следят за молочной железой, если начинаются болевые ощущения, в менструальном цикле какие-то изменения, перед месячными, особенно если эти изменения односторонние. Это должно обязательно насторожить женщину. Если есть отёк или боль в молочных железах перед месячными, и это в обоих молочных железах, это одна ситуация. Но если это происходит локально, то это уже повод пойти к врачу. Если есть какие-то выделения из молочных желез, это повод пойти к врачу. И тем более, если при самообследовании женщина находит какие-то уплотнения, это уже повод быстро идти к врачу. Скажите, давайте поговорим о наследственности. Если в роду у женщины были случаи онкозаболеваний, это гарантированно несёт опасность заболеть? Или всё-таки просто нужно внимательно к себе относиться? Или ждать болезни? Это факторы риска. Это то, на чём сейчас построены все новые, такие нововведения в медицине. Превентивная медицина, так называемая. Это комплекс мероприятий, который направлен на то, чтобы у каждой женщины определять факторы риска каких-либо заболеваний. И их в последующем, безусловно, лечить. О чём и в последующем это, конечно же, качество жизни. Также развивается сейчас превентивная онкология, когда врач выстраивает онкориски для каждой индивидуальной женщины. Это, в первую очередь, наследственный анамнез. Каком бы ни был врач, семейный врач, гинеколог, мамолог, наша задача — собрать анамнез. То есть то, чем болели предки на протяжении жизни, от чего они умирали, поскольку в нашей стране генетические анализы не развиты. Это стоит больших денег, и не все доктора это назначают. Но на сегодняшний день эта тема очень развивается. И есть много лабораторий, которые делают достаточно хорошие анализы. А наследственный фактор развития именно рака молочной железы, он очень значимый. Это 20% практически. 15-20% мы имеем предрасположенность к развитию рака, если у нас есть в семье, мы прослеживаем генную теорию семейного анамнеза. То есть мы можем на сегодняшний день исследовать BRCA гены. Это как раз гены Анжелины Джоли, нашумевшие, я думаю, что каждая женщина об этом слышала хотя бы раз в жизни. Синдром Линча. То есть многие наследственные заболевания, они несут за собой шлейф. И в последующем зачем это нужно? Потому что женщины с вот этим наследственным фактором, у них совершенно другой будет алгоритм наблюдения. А иногда и своевременных каких-то манипуляций для того, чтобы не допустить развития рака. Профилактика, она всегда лучше, чем лечение. Кстати, вот почему именно оперативность, все врачи об этом, онкологи говорят, что оперативность раннего явления — это залог успешного лечения? Потому что опухоль не успевает еще распространиться по всему организму. И ее локально можно уничтожить. Уничтожить путем современных методов воздействия на опухоль. А их на сегодняшний день не так много, ничего практически не поменялось. Они просто разнообразились. Это хирургический метод, это химиотерапевтический и лучевой. Но на сегодняшний день вот очень сильно развивается хирургия в любом направлении, будь то онкогинекология или онкомомология. И, конечно же, очень сильно развита на сегодняшний день и прогрессивно химиотерапия. Потому что сейчас добиться полного патоморфоза опухоли можно путем именно только медикаментозного лечения. Скажите, пожалуйста, все боятся, все знают, что такое химиотерапия. И все, конечно, ее боятся, потому что видят последствия. Отличается ли современная химиотерапия от той, которая была 10-20 лет назад? Конечно, безусловно. Это совершенно другие препараты. И химиотерапия на сегодняшний день имеет массу своих направлений. Это иммунотерапия, таргетная терапия, химиотерапия. То есть в ней столько направлений на сегодняшний день, что, в общем-то, даже с четвертой стадии рака на сегодняшний день, сегодня женщины и мужчины, если касается какой-то проблемы, могут жить все вопрос только в финансах, в финансировании. Потому что, к сожалению, химиотерапевтические препараты, прогрессивные, современные, они очень дорогие. И государство в нашей стране не покрывает это лечение. И мы можем рассчитывать только на какие-то клинические исследования, когда пациент может попасть в программу и получить эти новые препараты. Скажите, пожалуйста, какие наиболее часто сегодня в Украине встречаются онкозаболевания? Самые распространенные, может, первое, второе, третье место. Как и во всем мире, в нашей стране лидирует рак молочной железы. Мы не случайно о нем сегодня говорим, потому что это проблема. И эта проблема не зависит от того, богатый человек, бедный человек, на какой он машине ездит, в какой он клинике обследуется. Рак молочной железы — это проблема. Проблема всех стран. И на сегодняшний день это более двух миллионов женщин в год регистрируются случаи в ракомолочной железы. И это количество растет. Сейчас в связи с 2019 годом дали цифру чуть меньше, но это только за счет ковидовской эпидемии, потому что уменьшаются статистические показатели. Женщины стали меньше посещать докторов из-за боязни заболеть ковидом. Поэтому статистика здесь будет несколько изменена. Но на сегодняшний день в любом случае рак молочной железы лидирует. На втором месте — это рак шейки матки. Это вообще парадоксальная ситуация, потому что рак шейки матки, его можно вылечить на стадии предрака. Рак шейки матки. Мы имеем вакцину от этой болезни, а значит и полностью можем его излечить. Но тем не менее, вот развитые страны, которые вакцинировали на протяжении 10 лет своих женщин, они уже могут победоносно сообщать о том, что они практически лишились этой проблемы. Но, к сожалению, наша страна не может этим похвастаться. Но есть хорошие моменты. Вот в месяц как в нашей стране зарегистрирована вакцина Гордосил, которая защищает от четырёх типов вируса папилломы человека. И это, конечно же, для каждой семьи очень хорошее капиталовложение в здоровье детей. И если меня слышат женщины, то, в общем-то, позаботиться о своих детях нужно именно вакцинацией от вируса папилломы человека. Потому что если человечество будет вакцинировано, то проблемы рака шейки матки в мире, в принципе, не будет. То есть вы сейчас хотите сказать, что от рака шейки матки существует вакцина? Его можно предупредить? Конечно. Это то, что сделали все развитые страны. И на сегодняшний день они не составляют плохую статистику. Плохую статистику заболеваемости раком шейки матки составляют, к сожалению, такие страны, развивающиеся. Вот Украина в том числе. Скажите, пожалуйста, какие факторы могут спровоцировать рак? Наследственные факторы. И если мы говорим о раке молочной железы, то здесь, конечно же, на первом месте наследственность. Это 20%, как мы уже говорили. На втором месте это образ жизни. Для рака молочной железы факторами риска являются лишняя масса тела, малоподвижный образ жизни, приём гормональных препаратов различных, это нужно обсуждать с врачом, есть определённые риски, и приём алкоголя. Это факторы образа жизни. Следующими рисковыми факторами для развития рака молочной железы являются репродуктивные факторы. Это ранние менструации, поздняя менопауза, это отсутствие родов в жизни женщины. И ещё один очень значимый момент — это первые роды, которые происходят после 25 лет. Роды для любой женщины — это онкопротекторный эффект, но он наблюдается только у тех женщин, кто рожает до 25 лет. Если женщина рожает в 28 лет первые роды, то риски её заболеть раком практически такие же, как у женщины, которая рожает в 35 лет. Но для женщины, конечно же, учитывая то, что мы биологические существа, нужны роды беременности, кормления грудью, то есть всё, как было и раньше. Скажите, пожалуйста, а правда ли, что при приёме противозачаточных таблеток в течение 5 лет и больше риск заболеть онкозаболеванием снижается на 50%? Снижается заболеваемость раком, потому что, в принципе, контрацептивные таблетки, они точно так же дают определённый гормональный покой в организме и, безусловно, профилактируют рак яичника в первую очередь, рак теломатки профилактируют, рак молочной железы – это относительно. Есть публикации и клинические исследования, что эти риски могут несколько увеличиваться, если при длительном приёме. Но в основном польза от приёма контрацептивных препаратов она больше, чем вред. Это однозначно. Подбираются они сугубо врачом-гинекологом, учитывая все индивидуальные особенности каждой женщины. Давайте поговорим о том, чем отличаются злокачественные и доброкачественные опухоли. То есть есть ли такая возможность, что опухоль просто доброкачественная и с ней вообще ничего не надо делать? Такие опухоли в организме женщины часто встречаются. Например, леомиома матки – это доброкачественная опухоль. Опухоль перерождается редко, в 2% случаев, но очень распространена. Практически каждая вторая женщина страдает этой болезнью. Единственным, наверное, фактором воздействия менопаузы, «хорошим» является то, что как раз именно во время менопаузы эта опухоль может подвергнуться регрессу сама по себе. Это единственный такой, наверное, пример, когда опухоль может регрессировать сама собой. Вот как раз это пример доброкачественных опухолей в организме. Определить это можно по клинической симптоматике. Ну и, конечно же, самой главной верификацией является гистология. А что значит регрессировать? Исчезнуть или переродиться? Что это значит регрессировать? Подвергнуться обратному развитию. То есть был узел, например, 10 сантиметров, а он уменьшается с каждым годом отсутствия менструации, физиологического отсутствия месячных, которые называются менопаузой. А чем отличается миома от фибромы матки? Миома от фибромы отличается лишь составом, количеством соединительно-тканных компонентов и мышечных. Если в узле большая часть представлена мышечной тканью, это миома. Если она представлена более соединительной тканью, это фиброма. Но на сегодняшний день они объединены все в понятие леомиома. Понятно. Мы сейчас будем заканчивать, но напоследок хотелось бы узнать, существуют ли какие-то ошибки, которые совершают женщины, впервые услышавшие диагноз онкология. Какие это ошибки? Может, неправильное поведение, неправильные поступки, неправильные подходы, или все-таки как-то все сейчас проинформированы и правильно себя ведут? На сегодняшний день наши пациенты – это уже совсем другие пациенты, и им подспорьем являются, безусловно, соцсети, интернет. Это уже пациенты очень подкованные. И иногда, когда приходит пациент на консультацию, то, в общем-то, нужно держать такую хорошую атаку. Но дело в том, что я считаю, что если появляется такая фраза, как «неожиданный диагноз», такая проблема в организме каждого человека, и женщина не знает, что с этим делать, нужно услышать не одно мнение. И тогда решение придёт. Самое главное – не опускать руки. Это самое важное, то, что в этот момент можно посоветовать. Потому что всегда, из любой ситуации, тем более в настоящее время, есть выход. Именно для этого фонд Рината Ахметова, чтобы показать такие выходы, фонд Рината Ахметова запустил проект «Ракный вырок», и мы будем делать всё, чтобы донести до женщин максимум этой информации. Спасибо вам большое, Ольга Александровна. Мы обязательно будем распространять эту информацию. До новых встреч в эфире. Спасибо большое. Было очень приятно. До свидания. Продолжение следует... Спасибо.